МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Объем, выловленный в рамках прибрежных квот рыбы в Северном бассейне, сокращается. Капитаны ставят суда на прикол. Рыбаки не выходят в море, потому что боятся получить штрафы от пограничного управления Федеральной службы безопасности по Западному Арктическому району. По различным оценкам, из 50 судов, ведущих лов рыбы в рамках прибрежных квот, более чем на 30 уже составлены акт о нарушениях. С нами на связи Константин Древятняк, генеральный директор некоммерческой организации «Союз рыбопромышленников Севера». Константин Владимирович, добрый день. Объясните, пожалуйста, что происходит? Мы должны понимать для слушателя, что есть акиническое рыболовство, промышленное, так называемое, и прибрежное рыболовство. Но в наших реалиях, именно в реалиях Северного бассейна «Маринцево море» у нас, как уже 3 или 4 года, скажем так, стало единое промысловое пространство. Если раньше рыбаки, прибрежники не могли далеко отходить от берега, то сейчас они могут ловить в любом районе, где они хотят. Вот в августе месяце пограничное управление пришло на имя рыбаков письмо о том, что мы нарушаем закон ФЗ 166, именно потому, что проводим обработку рыбы при прибрежном рыболовстве. По трактовке пограничников мы не имеем права никакой обработки уловом вести. То есть, подняв набор, мы должны его в таком же виде, то есть, в каком поймали, доставить в порт. В то же время, по ГОСТу, а ГОСТ и ФЗ 166, они понимают, это два разных документа. Но по ГОСТу мы должны в течение, в зависимости от периода года, то есть, от зимы или от лета, летом в течение трех часов рыбу пошелить, а зимой, так как это холоднее в период, в течение пяти часов мы должны рыбу внутренности убрать, жабры убрать, потому что это самые такие места у рыбы, которые начинают подвергаться гниению, ну и портить всю рыбу. И сейчас к нам присоединяется директор рыболовецкой компании «Северная морская мануфактура», у которой четыре рыболовецких судна, Николай Горкуша. Николай Владимирович, суда прямо в море останавливают? Судно приходит в порт. Судно по приходу в порт проходит таможенное, пограничное оформление. Проходит при пограничном оформлении, может произойти контроль выбрузки, может не произойти контроль выбрузки. Но, тем не менее, досмотр судна всегда произойдет. Представляется акт досмотра судна. Может вписаться либо замечание, либо составится партакул на нарушение какое-либо. Вот что-то вот в этом роде. Никогда такого не было. И вот опять сказал в свое время премьер Виктор Степанович Черномердин. 166-й федеральный закон, по которому рыбаки ловят рыбу в Северном бассейне, а пограничники контролируют рыбаков, действует в России с декабря 2004 года. Но до сих пор ни у кого никаких противоречий в трактовке буквы и духа закона не было. Чего может привести конфликт интересов? Попробуем разобраться. Газета «Коммерсант». Большая часть рыбных добывающих компаний Северного бассейна готова отказаться в этом году от заявок на прибрежное рыболовство. Отказ от прибрежного рыболовства приведет к почти полной остановке поставок охлажденной трески, пикши и камбалы на береговые предприятия. Правительственная российская газета публикует позицию пограничной службе. В письме за подписью руководителя пограничного управления Федеральной службы безопасности по Западному арктическому району генерал-лейтенанта Станислава Маслова говорится, действующее законодательство не предусматривает возможность производства продукции на промысловых судах при осуществлении ими прибрежного рыболовства. Необходимо в короткие сроки привести деятельность пользователей в соответствие действующему законодательству Российской Федерации. В чем же противоречие 166-й федеральный закон, статья 20? Уловы водных биоресурсов и иная продукция, произведенная из таких уловов, добытая при прибрежном рыболовстве, подлежат транспортировке в живом, свежем и охлажденном виде в морские порты Российской Федерации. То есть ловить, перерабатывать и везти в порт можно. Но в законе, как объясняют специалисты, есть еще и статья 10.1. По ней разрешено изготавливать продукцию из прибрежных уловов на судах рыбопромыслового флота, только если это предусмотрено настоящим федеральным законом. Константин Владимирович, а почему вы не можете довести рыбу до порта, как этого требуют пограничники, и там отдать переработку? Я обращаюсь к директору союза рыбопромышленников Севера Константину Андреевитнику. Сейчас рыбаки стоят перед той деменой, что делать? Привозить рыбу сюда, необработанную, мы не можем. Здесь такой промысел прибрежный. Люди уходят в море до 7 суток. А 7 суток чем обусловлено? Тем, что ты опустил траву, положил рыбу в лед, первую пойманную рыбу в лед, ты должен довести ее в порт, ту рыбу, которая была первая пойманная, в течение 7 суток. То есть ты можешь, конечно, некую часть рыбы привезти и пойманную 10 часов назад, но первая, которая у тебя лежит во льду, она прошла 7 суток. То есть они потрошили ее, обескравливали и убирали головы. Эта практика была всегда. Наверное, это она сложилась в то время, когда тут еще по море ходили, в 16 веке. И когда не было льда, тогда было мало соли, им надо было сразу обескуривать, обескравливать, чтобы засолить и до том же центральной районе России, вместе с ОМОЗами, с которыми пришел Ломоносов, такое было. То есть это не только Советский Суть, всегда такое было. То есть рыбу сразу никто в Мурманске здесь не возил, не обработанную. Сейчас говорят, что вот мы примем закон с переходным периодом до 2022 года, до 1 июля, если я не ошибаюсь, можно будет шкерить рыбу, но голову ты должен будешь привозить с собой. Все рыбаки понимают, это какая-то ерунда. Потому что зачем первое эти голову привозить, если бы была какая-то, скажем так, система, куда их можно было бы деть, продать. Мы же понимаем, что рыбак это будет ввозить определенный объем, ненужный. Потом он будет здесь разгружаться, дальше куда их девать? Рыбомучных установок, которые бы могли переработать в какой объем, а этот объем, мы понимаем, что голова порядка 18-20% от рыбы. То есть если мы выловили 10 тысяч тонн, то 2 тысячи тонн это голова будет. Вот если 10 тысяч тонн рыбы выловить, то куда их девать? В Мурманске нет сейчас таких, скажем так, возможностей на переработку. Константин Владимирович, насколько я понимаю, сейчас составлены акты, но штрафы пока еще не наложены. Какие санкции ожидают те, кто не готов выполнять требования пограничной службы? Мы, скажем, крайние ребята, мы готовы исполнять любой закон, который есть. Как они понимают, что нельзя шкерить, это не к нам. Это надо было в федеральное агентство прощаться, Минсельхоз, те люди, которые пишут законы в Думу, в Совет Федерации. А рыбаки-то уже физически наказаны. Мы здесь уже, во-первых, составлено много-много актов о нарушениях. Это акты, которые вот они говорят, мы никуда их не пустим. Ну и завтра они отдадут в суд, и начнутся суды, они имеют полное право штрафовать. И штрафы там не просто какие-то 100 тысяч, 50 тысяч, а штрафы 200-300% от стоимости рыбопродукции. То есть вы понимаете, у вас 10 тонн рыбопродукции на борту, вас заактировали, у вас есть штраф, они пойдут в суд, рыба стоит 300 тысяч рублей, 300% 900 тысяч рублей ты заплатишь. Но надо понимать, что прибрежные компании, они относительно небольшие. Это реально. Такие предприятия один-два небольших суденышка. То есть нет таких гигантов. Все гиганты, крупные компании, они все работают в основном на промышленном рыбопроводстве. Кстати, Владимир Владимирович, а кому выгодно такое обострение противоречия? Вот вы говорите, кому это выгодно. Я не могу сказать на этот вопрос. Мне непонятно, кому это выгодно. Сейчас это все прикрывается именно интересами государства. Ну, знаете, такое размытое понятие интересы государства. В чем интересы государства? Тем, что сейчас ни один прибрежник не вышел в море и 10-11 тысяч тонн не доловят к концу года. Резкая пикша, недоловленная сейчас в море останется. Это мы считали, что это вот зарплата, налоги разного уровня, это 1 миллиард рублей потери для государства. Это в виде зарплатки люди, которые не получат вино, экипажи не получат зарплаты. Это налоги и федерального уровня, и регионального, и городского уровня. То есть это вот такие потери всего из-за того, что кто-то такое принял решение. Объем заявок на квоту в рамках прибрежного лоу в 2020 году Константин Древятняк оценивает в размере 41 тысячи тонн трески и порядка 12 тысяч тонн пикша. На 21-й год объемы заявок уже сейчас составляют около 28 тысяч тонн трески и 8 тысяч тонн пикша. Заявочная кампания на лов рыбы в рамках прибрежных квот уже завершена. Насколько сократилось количество тех, кто в сложившейся ситуации остался в прибрежке? И будут ли рыбаки уходить из прибрежного и заявляться в рамках квот промышленного лова? Этот вопрос я задаю Николаю Горкушеву. Если я не ошибаюсь, сократилось до 23 компаний уже. И некоторые компании разделили свою квоту. То есть есть такая возможность, можно заявиться частично на прибрежное рыболовство, частично на промышленное рыболовство. И в числе этих 23 компаний, то есть несколько компаний заявилось, уже разделили квоту. Часть прибрежная, часть промышленная. А суда тем временем продолжают стоять на приколе? Да, все судовладельцы под штрафом получить огромные штрафы. Потому что, кстати, там до 300% стоимости водно-биологических ресурсов можно получить штраф. С конфискацией судна, ловок и вот такие последствия. Это то, что можно в итоге заработать судовладельцу. Кроме этого, как показывает практика, штраф, он выписывается не только у нас у владельца. Первым лицом идет капитан, как должностное лицо, а потом уже идет организация, как юридическое лицо. Почему это делается? Кому это может быть выгодно? Кому это выгодно? Вот это, понимаете, уникальность ситуации состоит в том, что мы вообще ничего не понимаем. То есть Мурманск вообще город основался благодаря тому, что здесь есть рыба. То есть Мурманску уже больше ста лет. То есть всю жизнь сначала поморы, моряки ходили в Баренцево море, в Норвежское море, ловили рыбу, привозили ее. То есть даже после последнего изменения в закон о рыболовстве, уже прошло два года, это то, после как мы по-новому начали работать с заключенными новыми договорами, то осенью никто никаких претензий к нам не предъявлял. Вот вся проблема возникла, это в августе месяце, вот, ну и она вот переросла вот в то, что мы сейчас имеем. А как у нас есть пословица, да, у нас закон, что дышло, куда повернешь, туда и ушло. Вот примерно получается вот так вот. То есть до этого момента было дышло в одну сторону развернуто, и мы работали, развернули в другую сторону. Мы теперь почему-то считаем, что это нарушением является. Требуется внесение корректировки в закон о рыболовстве. Для того, чтобы четко было сформулировано. Контролирующим органам со стороны пограничников, им без разницы, что будет написано, им нужно конкретизировать. Они сами говорят, конкретизируйте нам статьи, вот что будет написано, мы то и будем контролировать. Ну, а это уже все власти регулятора нашего, Федерального агентства по рыболовству. Как выйти из законодательных противоречий, неясно. Рыбаки обратились в Министерство сельского хозяйства, Федеральное агентство по рыболовству с просьбой разобраться в ситуации. Однако правительственная комиссия, которая может сделать это, до сих пор неоднократно переносилась. Я не оратор, не публичный человек, как говорю сразу, да. Поэтому, чтобы вам было понятно, ну, как оно есть. Мы рабочие, колхозники, можно сказать, рыбу существуем. Вот, а тут, как говорится, занимаемся неспойственными нам вещами на данный момент. У нас страна очень большая, да. То есть у нас закон о рыболовстве, он единый. А охватывает это и дальневосточный бассейн, и северный бассейн, и Балтику, и Черное море. То есть он охватывает все. И то, что хорошо на северном бассейне, то неприемлемо, например, на Дальнем Востоке. А то, что там приемлемо на Дальнем Востоке, к сожалению, неприемлемо на северном бассейне. Есть у нас, например, правила рыболовства. Они раздельные, они отдельные для Дальнего Востока и для северного бассейна. Если прописать, что не шперить рыбу, да, это допустимо для определенных видов рыб. Это для пелагии допустимо, это для дальневосточного ментая допустимо. Но это недопустимо для нашей Атлантической трески. То есть так работали наши деды, так работали при советской власти, так мы работали все время после советской власти. Для того, чтобы стимулировать развитие рыбной отрасли в России, ранее было принято правило. Вылов рыба в рамках прибрежных квот разрешает увеличить их размер на 1,2, то есть на 20%. Зато в рамках работы по промышленным квотам можно реализовать улов за валюту. Неужели мы опять столкнемся с тем, с чем боролись долгие годы, и рыбу будет выгоднее продавать не отечественным переработчикам, а иностранцам? Да, то есть рыбаклинин получит своего коэффициента 20%, но опять же, это все настолько относительно, эти 20%, ведь торгуя на внешнем рынке, цена там выше, чем здесь. Да, 20% везя рыбу сюда, да, мы что-то компенсируем, мы находимся в конкурентной среде. С промышленным рыболовством. Теряя его, мы становимся, опять же, не в конкурентной среде, поэтому что будет бизнес добирать? Будет бизнес идти туда, куда ему выгоднее. Ну, то есть рыбаки доберут упущенную выгоду на валютной разнице. Да, да, да. Что означает уход небольших компаний из прибрежного в промышленный лофт для нас с вами, простых потребителей рыбы? Скорее всего, это повышение цен. Напомним, недавно президент Владимир Путин жестко критиковал правительство как раз из-за повышения цен на продукты питания. Если посмотреть на происходящее с точки зрения национальной продовольственной безопасности. Ну, подобный конфликт интересов вряд ли, в принципе, был возможен в плановой экономике, где все работали на единый народно-хозяйственный комплекс. В либеральной экономике, где каждый субъект право, имеет право ходить и направо, и налево, результат налицо. Возможно, именно поэтому, в отличие от Китая, мы не растем по 5-6% в год, а 30 лет топчемся в одном месте. Субтитры создавал DimaTorzok